Девушки отдыхают Кризисная программа присвоила этой галактической системе второй номер Это значит, что по крайней мере там есть кислород Потому что когда терпишь крушение в случайном месте в космосе Поблизости обязательно найдется вполне пригодная для жизни планета Корабль на огромной скорости вращается, как гребаная карусель Мужик спокойно стоит и ходит по этому же самому кораблю и все нормально Хотя давно бы уже стену поцеловал, причем не один раз Ну а если на этой же скорости разобьется стекло, то от него можно просто рукой закрыться Хотя осколки слегка подпортили бы прекрасную кожу Кэролин Изображение порой принимает какой-то неестественный вид У нас в аптечке есть анестафин в запасе Там уже ничего нет Так он в кабине остался? Тогда почему Фрай, которая была в ней, сразу оказалась в пассажирском отсеке корабля? Магические телепорты? Шерон стоит возле Зика, через полторы секунды Зик в одиночестве Парис идет и правый бок его направлен к героям, в следующем кадре он к ним спиной стоит Когда Фрай разговаривала с Джонсом, столб возле Ридика был целым, когда Ридик освобождается, уже нет Также пропала труба, которая бы сейчас тоже помешала Ридику Держа на борту опасного преступника, который в любой момент попробует сбежать, конечно же следить за ним не надо Вы бы ему еще и аппарат положили, чтобы наручники и кандалы снять Ну кто бы сомневался Ну да, имея человека на крыше корабля и проторчав на этой планете какое-то время, никто не удосужился просто оглядеть горизонт Клише герой чуть не пришел своего, подумав, что это враг Парис держит сигарету снизу, в следующем кадре уже пальцем сверху поддерживает На планете, на которую герои случайно упали, случайно завалялся рабочий космический корабль И не менее случайно герои оказались здесь за считанные часы до затмения Ремешок, кто торчит куда-то в сторону, то спокойно на плече улегся Человек, совершенно не похожий на Ридика, который просто стоит и смотрит на героев, конечно же сразу подлежит расстрелу Сидеть вместе где-то как на ладони не лучшая идея, особенно когда у противников имеется огнестрельное оружие Мало ли не промахнуться Зик отбросил полотно в сторону, после чего Шарон делает то же самое Хотя вряд ли Зик в своем-то положении заботился бы о каком-то полотне Шланг на плече Фрай соприкасается с ремешком от сумки, в следующем кадре уже в двух сантиметрах от него О, телефонный шнур, хотя в фильм уверяет, что это цепи Фрай повернула голову налево, в следующем кадре она смотрит прямо А может стоит трос отцепить, который чуть благополучно не помог сожрать тебя? Ясно Украшение начинает лежать по-другому при смене кадра Одежда Шерон подозрительно чистая, после того кровавого душа Рана Ридика куда-то улетучилась, потом снова возвращается Шланг на плече Джеки сначала находится в одном положении, при смене кадра в другом Ну да, в полуоткрытую дверь за мальчиком не залетела ни одна инопланетная мразота А что мешало узнать, когда закончится затмение, если перед вами макета этой системы? Период вращения планет неизменный, а значит на макете должно быть указано и то, что происходит после затмения Весомый аргумент для того, чтобы Джонс не забрал нож А, ну да, именно это он и сделал А я-то думал, что чтобы разговаривать надо хотя бы открывать рот, но актриса так не думает Временами герои сами на себя не похожи, неужто дублеры? А один из них еще и поворачивает руль налево, но несмотря на это Багги едет направо Ну да, стая голодных биорапторов схватит одного человека и все, живите спокойно Хотя одной девушки на всех явно не хватит Судя по скорости движения планеты, которая закрывает солнце, затмение бы продлилось не особо долго Но оно все же растянулось на оставшуюся часть фильма Мразота протыкает стену прямо возле головы имама, но при смене кадра нету ни намека на то, что стену только что пробили насквозь Клише спасения за секунду до смерти Алкоголь, 45 градусов, очень хорошо горит Вообще-то довольно плохо, чтобы он горел, нужно разогреть алкоголь, чтобы образовался пар, только так он сможет нормально гореть Во время начала затмения нам показали, что темно стало, хоть глаз выколи Сейчас же героев явно освещает что-то постороннее, судя по количеству света Свет исчезает после того, как погасло пламя, хотя должен был потухнуть одновременно с ним Риддик явно какой-то не Риддик А позже тот вообще спокойно стоит в темноте, не паря, что твари-то недалеко Хотя они решили отдохнуть и не нападать на него Джонс встает, опираясь на свой дробовик, тем самым загрязнив его ствол Спустя кадр, тот уже намного чище Пламя у этих бутылок какое-то волшебство из параллельной вселенной У бутылки в руках Джеки оно то есть, то нету, то снова есть У бутылки Сулеймана оно то есть, то нет А иногда на героях незаметно мерцание от этого самого пламени, будто их освещает что-то постороннее Риддик отодвигает камень, который явно отличается от того, который он задвигает обратно Корабль явно поменял местоположение, это можно понять хотя бы по длине забора Риддик какой-то уж чересчур сухой, после того, как достаточно времени пробыл под таким ливнем Эх, фильм подходит к концу, как и этот выпуск Немного грустно, так как это один из моих любимых фильмов Ну а закончим мы на том, что кровь на ухе Риддика начисто испаряется и тут же возвращается обратно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok